всем привет мы снова с вами на канале один выстрел одна цель зовут меня макс и сегодня у нас будет обзор по карабину в по 129 исполнение 03 калибр 7254 рантовый патрон посмотрим покрутим поверьте посмотрим в чем интересный карабин какие минусы какие плюсы что интересно в этом карабине первый на первый взгляд сразу бросается схожесть свой по 205 потому что все тот же приклад который все также складывается все те же органы управления складывать раскладывать все тоже ствольная коробка трпк пистолетная рукоятка все тот же предохранитель с той же лапкой дополнительной тоже цевьё но цевьё крепится к стволу немножко по-другому процессе обзора и разборки карабина я вам покажу но цевьё такой же за исключением вот этих моментов здесь на 205 есть планочки для установки там допустим того же лцу или посоль на фонаре здесь они уже отсутствуют почему производитель поставил непонятно точнее не поставил непонятно но все тот же вивер снизу для установки тактических рукояток всевозможных ну и собственно опять все тоже дискомфорт когда вы скидываетесь ребра достаточно здесь острый поэтому рука даже не стреляя уже ощущение такого дискомфорта поэтому если кто-то не будет ставить сюда тактическую рукоятку принципе ли одевать и какие-то кожаные перчатки ну или в общем то можно поменять цевьё на более гладкое то есть есть цевьё у которого нет вот этого здесь вивера вот что еще интересно ствол 590 пламя-гаситель здесь далеко не самый лучший но какой есть плюс то есть этот пламя-гаситель он съемный здесь есть стоит фиксатор можно его всегда будет открутить и в общем-то поменять и поставить сюда дульный тормоз тот который вам будет необходим для ваших задач что еще интересного вся та же крышка ствольной коробки покажу поближе с планочкой на которую можно устанавливать все различные прицельные приспособления ну в частности допустим коллиматор оптику ставить сюда не советую потому что крепление крышки ствольной коробки в этом месте идет не жестко соответственно коллиматор сюда ставить можно оптика будет погуливать но для этого здесь у 205 отсутствует вот эта планка на 129 она есть то есть можно поставить сюда боковой кронштейн и собственно установить оптику что еще интересного ствол 590 ствол 4 правосторонних нареза 4 правосторонних нареза шагом 240 хороший шаг для тяжелых пуль 13 граммов вообще красота магазин магазин идет однорядный на 5 патронов в общем то по сравнению свой по 127 это все такой же карабин только в калибре 308 здесь идет 5 местный в 308 идет и 5 местные есть природе и 10 местный у 54 только 5 место вставляется достаточно удобно защелкивается нет никаких проблем все четко стал защелку что еще интересно в отличие от 205 а свитон и он упоминает здесь нет за это затворный магазин пустой затвор дергаем в общем-то затворный за 5 лет ничего не стоит так разберем посмотрим принципе все та же возвратная пружина шторочка затворная рама сам затвор в общем то ничего нового что интересно стоит здесь уже пакашный целик это уже большой плюс то есть можно сделать поправки влево вправо помимо того что еще вверх вниз газовая трубка все новые все очень жесткая так крепление здесь идет как на калашникове то есть смотрим на 205 здесь газовая трубка подпирает само цевьё и это в общем то большой минус потому что сам владею таким оружием пострелял немного и цевьё в общем то началось уже болтаться а вот такая система как калашникова которая поджимается вот здесь лапкой к стволу вот здесь поджимая вот она конечно хорошо сделана она держит четко цевьё то здесь крышка отводится вынимается цевьё вставляется цевьё опять крышка и зажимается вот таким флажком все цевьё намертво никакого контакта с газовой трубкой соответственно все держится все четко все классно в этом плане молодцы если бы на 205 сделали бы вот такую же систему крепления было бы вообще сказка можно помочь затворной рамой но тоже аккуратнее потому что все таки пока он новый все достаточно жестко все стало на место удобство в том что крышка ствольной коробки как и на 205 она несъемная в общем-то всегда можно ее раз поставить вверх прокинуть вверх если она вам мешает при чистке или каких-то манипуляциях с оружием все также выравниваем затвор на затворной раме чтобы вставить его вставляется все достаточно легко возвратная пружина все крышка ствольной коробки ставим на предохранитель в плане эргономики что интересно какие плюсы какие минусы опять же вырезается вот этот флажок когда стоит на предохранителе рукоятка достаточно удобная то есть в общем то кто общался с 205 в общем то ничего нового вкладки не обнаружит потому что все тоже цевьё тоже пистолетная рукоятка тот же приклад с регулируемой щекой все тоже самое только уже ствол идет нарезной потоньше в плане вкладки в принципе достаточно неплохо не сказал чтобы супер и очень удобно но побольше поскидываться походить пообщаться с этим карабином и можно к этому уже привыкнуть все-таки ствол достаточно длинный небольшой парус присутствует по сравнению скидывал свой 205 бульдог короткоствольный там конечно такого паруса нет достаточно удобно но плюс этого випря в чем в том что во первых в нем нет дерева а значит она не будет рассыхаться соответственно вы можете в различных условиях погодных поохотиться то есть не обращая внимание не на дождь не на снег не на слякоть не на туман грязь то есть пластик этого всего не боится он не рассыхается преимущество еще в том что у него складной приклад то есть вы всегда можете уменьшить габариты оружия и тем самым будет гораздо удобнее его транспортировать ну и в общем то передвигаться по тем же лесным и охотничьим угодим если вам на данный момент вы знаете что будете передвигаться стану порядка примеру там час до хочется вы не будете при этом и всегда можете сложить повесить его сзади на спину он будет у вас занимать очень мало места то есть на целый приклад меньше вот но всегда вы можете его довести до ума то есть что-то поменять тот же приклад допустим на более какой-то эргономичный поставить сюда более эргономичное цевьё тоже пистолету рукоятку поменять поставить сюда коллиматорный прицел для того чтобы можно было достаточно быстро вскидываться ну и собственно поменять тот же пламя-гаситель поставить сюда тот который нужно именно для вашей задачи карабин в принципе мне нравится калибр хороший 7254r патрон проверенный убойный надежный выглядит он достаточно красиво даже в своем штатном исполнении но как я уже говорил вы всегда сможете его немножечко апгрейдить что-то поменять для себя сделать его более красивым удобным маневренным так ну в общем то наверное все то есть вот такой карабин выпало 129 исполнение 03 590 ствол с четырьмя шагами правосторонних нарезов с четырьмя неправильно вырисоваться 4 правосторонних нареза шагами 200 с шагом 240 сейчас мы его по традиции зависим посмотрим сколько он весь завесим его вместе с магазином так вот чуть-чуть тут затеняет на маленько вот вот так выпало 129 исполнение 03 весит 4 килограмма 390 грамм 4 килограмм 390 грамм вот сегодня был небольшой обзор по карабину по 129 исполнение 03 калибр 7254 вот так он выглядит вблизи магазин у него на 5 патронов опять же был обзор по 127 и его кронштейне то есть не забывайте о том что здесь вот эта серьга которая не даст сна вот это посадочное место одеться обычному кронштейну который можно установить на вепривы по 123-01 он же сок 95 то есть 123-01 калибр 7254 р сок 95 308 то есть там с пряменька сразу заходит здесь вам помешает вот эта серьга поэтому таком оружии нужно посмотреть обзор про в по 127 кронштейн к нему там показан какие кронштейны можно сюда устанавливать ну и в общем то все спасибо друзья огромное за внимание и до новых встреч